С вами канал Учебник Слух. География, 9 класс. Тема урока – агропромышленный комплекс животноводства. Человек одомашнил большое количество животных. Их выращивание сформировало особое направление в сельском хозяйстве – животноводство. Животноводство обеспечивает население пищевыми продуктами – мясом, молоком, яйцами и другими, а также сырьем для легкой промышленности. Животные несколько менее требовательны к климатическим условиям обитания, чем растения, но нуждаются в наличии определенных кормов. Поэтому размещение отраслей животноводства связано с количеством и характером кормов, кормовой базой, в разных природных зонах и районах страны. В составе животноводства выделяют несколько отраслей – скотоводство, разведение крупного рогатого скота, овцеводство, свиноводство, птицеводство и другие. Самая крупная отрасль животноводства страны – скотоводство. Она дает более половины всей продукции животноводства. Крупный рогатый скот разводят почти повсеместно. Однако направленность скотоводства отличается в разных районах России. В зависимости от вида производимой продукции выделяют молочное и молочно-мясное, мясо-молочное и мясное направления скотоводства. Не нужно думать, что молочное скотоводство производит только молоко. Конечно, оно дает и мясо. Однако молоко составляет 75% продукции молочного скотоводства. Точно так же мясное скотоводство производит и молоко, но три четверти его продукции составляет все-таки мясо. Легко догадаться, что молочно-мясная и мясо-молочная отрасли отличаются на преобладание производства молока в первом случае и мясо во втором. Молочное направление в развитии крупного рогатого скота характерно для лесной зоны. Значительные площади здесь занимают луга, используемые под пастбище. Полей относительно немного. На них часто выращивают кормовые культуры, дающие так называемые сочные корма, например, корнеплоды. Обилие зеленых и сочных кормов и определяет молочную направленность скотоводства в этом регионе страны. Вспомните названия российских молочных продуктов. Костромской сыр, Ярославский сыр, Пашихонский сыр, Вологодское масло. Все эти названия связаны с районами развитого молочного скотоводства. В степной зоне земли сильно распаханы, пастбищных угодий относительно мало. Пахотные угодья заняты посевами в основном зерновых культур, а из кормовых культур возделывают большей частью многолетние травы. Поэтому здесь можно использовать преимущественно грубые корма – сено, концентрированные корма – зерно, а также отходы переработки сахарной свеклы и подсолнечника. Такая кормовая база обеспечивает развитие скотоводства мясомолочного и мясного направления. Направленность скотоводства можно определить даже по составу стада. Если в нем преобладают коровы, можете не сомневаться, вы находитесь в зоне распространения молочного скотоводства. Если же в стаде преобладает выращиваемый на мясо молодняк, значит здесь район мясного скотоводства. Овцеводство распространено в сухостепных, а также в предгорных и горных районах страны. Здесь овцеводство – основная отрасль не только животноводства, но и всего сельского хозяйства. Во многих районах средней полосы Европейской России, на Урале и в Сибири овцеводство, использующее пастбище, непригодное для других видов скота, является дополнительной отраслью животноводства. Овца – неприхотливое животное. Она поедает значительно больше видов трав по сравнению с крупным рогатым скотом, причем она ниже скусывает растения. Кроме того, ей нужно гораздо меньше воды. Свиноводство развито в районах, специализирующихся на производстве зерна, картофеля и сахарной свеклы. Отрасль тяготеет крупным городам, население которых является потребителем продукции свиноводства. В этом случае основу кормовой базы этой отрасли составляют отходы пищевой промышленности и предприятий общественного питания. Предприятия птицеводства заняты производством яиц и мяса птицы. Продукция птицеводства скоропортящаяся, диетические яйца и парное мясо, поэтому ее предприятия расположены рядом с крупными городами. Отрасль использует зерновые корма. Современное животноводство представлено крупными комплексами. Это, по сути, высокомеханизированные фабрики по производству молока, мяса и яиц. Так, крупные свинокомплексы рассчитаны на выращивание 100 тысяч свиней в год. Оленеводство является единственной возможной отраслью сельскохозяйственной специализации районов тундры и северной тайги. Кормовой базой для оленей служат мухово-лишайниковые пастбища. В России представлены и редкие отрасли животноводства. К ним, в частности, относятся верблюдоводство. Оно характерно для засушливых полупустынных территорий югоевропейской России. В горных районах Южной Сибири население занято разведением яков и моралов. Людям, живущим в других местах, может показаться, что оленеводство и верблюдоводство – это отрасли животноводства, не имеющие ни широкого распространения, ни большого значения. В действительности же оленеводство распространено на гигантской площади в миллионы квадратных километров. Оно обеспечивает занятость и питание жителям северных территорий страны. А верблюдов в течение многих тысячелетий используют в качестве тягловой силы, а также для получения высококачественной шерсти, молока и мяса. Повторим главное. Животноводство – отрасль сельского хозяйства, обеспечивающая производство пищевых продуктов животного происхождения – мяса, молока, яиц и других, а также сырья для легкой промышленности. Важнейшее отрасли животноводства – скотоводство или разведение крупного рогатого скота. Выделяют молочное, молочно-мясное и мясное направление скотоводства. Они различаются соотношением молока и мяса в готовой продукции. Овцеводство развито в засушливых степных и горных районах. Там оно является основной отраслью не только животноводства, но и всего сельского хозяйства. Свиноводство и птицеводство имеют широкую кормовую базу. Часто свиноводческие хозяйства и птицефермы размещаются вблизи городов, население которых является крупным потребителем их продукции. Субтитры создавал DimaTorzok